Только что вышел третий эпизод деликатной американской истории ужасовцев, и он все еще так же сбивает с толку, как и два предыдущих. Тем не менее, мне это нравится. Тьма, которая присутствует, и связи с сатаной, это то, что было сделано даже более заметен в этом эпизоде, и мы только начинаем со зловещим, то, что похоже, будет происходить. Итак, давайте подведем итоги, разберем и объясним все, что можно было вынести из этого эпизода. Итак, приступим. Вот объяснение концовки третьей серии 12 сезона сериала «Американская история ужасов». Чтобы вы знали, это видео будет содержать спойлеры. Значение латинской фразы. Во время этого эпизода мы видели это, когда Анна спустилась в подвал праздника Талии. В доме была дверь, ведущая в пещеру, в которой она в конце концов застряла и была встречена с двумя людьми, которых мы видели ранее, которые были одеты в какую-то сатанинскую одежду-наряд, который, казалось, отражал то ли ворону, то ли ворону. В начале серии было что-то важное. Мы слышали, как они кричали, когда Анна уходила в лес. Как они ее схватили, произнесли две фразы на латыни. Переведено. Это звучит как «Да будут жить дети нашего Бога. Привет, страх. Привет, сатана». С учетом того, что эти двое с Анной занимались чем-то, что происходит в клинике, куда она ходит к своему врачу, и того, что Анна чувствовала, как будто ребенок толкает ножками, однажды проснувшись, не могла бы она родить сатану или какое-то демоническое существо. Не забываем, что в титрах этого сезона есть кадр с младенцем, который кажется дьявольским из-за когтей на кончиках пальцев. Может быть, эти вороноподобные фигуры хотели, чтобы ребенок Анны больше не был рядом, чтобы они могли заменить его на сатану или демона. Что это выглядит так, как будто они хотят, чтобы она родила? Во всяком случае, это мое предположение. Когда Анна входила в главный зал, где стоял стул, прежде чем войти в него, там были кувшины, которые выглядели так, как будто они были наполнены младенцами или их частями. Поэтому это было очень странно. В фольклоре и впервые задокументирована в литературе в 1800-х годах группа демонов, называемых совами. Известно, что совы мешают беременности и разрушают то, что есть в настоящее время, и замещают это с бесом, бывшим фольклорным демоном, что-то, что кажется очень похожим на то, что продолжается в шоу. Хотя я не думаю, что это именно так. Это может быть что-то, что имеет некоторые своего рода сходства или вдохновения, стоящего за этим. Так как очень похоже на то, как если бы процесс разрушения и замены. Миссис Проповедник и Вороны. Итак, Миссис Проповедник сделала небольшой поворот в этом эпизоде. И очень похоже, что она в какой-то степени присматривала за Анной. Анна шла в лес, обнаружила костер и увидела Миссис Проповедник на дереве, подобно птице. Важно, что, когда Анна шла, слышали птичий крик. Мне показалось, крик мог исходить от вороны. Вороны символизируют многие явления. Они кажутся талисманами возрождения, подразумеваемого для ребенка в утробе Анны, а также вестниками из ада. Это выделяется в ведьминстве, к которому уже были связи в этом сезоне, особенно в обсуждении Миссис Проповедник в проповедях. Миссис Проповедник передавала Анне в этом эпизоде сообщение типа «Я искала тебя, будь настороже», и есть ощущение, что она общалась. Связанность Анны с календарем наводит меня на мысль о том, что фрау-проповедница похожа на ворону, посланную из ада, чтобы передать Анне важное послание о ребенке, которого она будет вынашивать. Мне также становится сомнительной подлинность художницы, с которой работает Декс, той, что напоминает его бывшую партнершу Аделину. Она была одета в черное, и ее волосы были темно-черными, напоминая те фигуры из прошлого. Так что я полагаю, что она, несомненно, связана со зловещими событиями в каком-то аспекте. Помните ту картину в первом эпизоде? Она была странной, искушение запретным плодом. Был интересный момент этого эпизода, который связывал его с отрывком из Библии в книге Бытия, что мы видели в начале сезона. Если помните, мы видели отрывок, где говорилось женщине, «Я увеличу твою боль и зачатие. Ты будешь рождать в боль». Этот раздел Библии был основан на истории Адама и Евы и их искушении от змея съесть плод, что значительно изменило отношение Бога к Адаму и Еве. Говорят, что это был момент, когда из-за действий Евы Бог постановил, что для того, чтобы испытать радость от рождения и красоты жизни, каждый должен сначала пройти через боль родов, что ранее невозможно. В этом эпизоде мы видели, как Декс сидел. ...заставить Анну съесть яблоко из корзины, присланной к двери, запретный плод. Думаю, это может иметь разные значения. Декс – серпент, он злой в действительности. Анна моргнув и съев плод. Теперь пройдет боль для рождения? Наверное, вызовут демонические фигуры и подобные Миссис Проповедник. Вполне возможно. Это реальность? Лично считаю, что многое происходит в Аниной голове. Например, смотря на важные вещи этого сезона. Бьющую по голове, удаляющую аккаунты Миссис Проповедник, обследующую медсестру Иви, вскрывающего квартиру Анны и находящиеся куклы. Кажется, Анна многое могла вообразить из того, что видим. Куклы не выпускаются 15 лет, каждый раз она находит одну, есть намек на повреждение ее желудка. Мало кто знает об этом. Она может терять сознание от быстроты времени, делать куклам что-то и затем оставлять их в местах для последующего обнаружения. Много времени осталось без объяснения у Анны. Возможно, именно здесь много ответов на наши вопросы. Надеюсь, мы наконец выясним, чем она занималась, когда время шло так быстро. Последний обзор – хороший эпизод сериала. Мне он понравился больше, а не последний. Начинаем вникать в Дарксайд, который сериал заложил в ядро и зачем известен. Сейчас это игра в угадайку. Что дьявол происходит, что реально, что нет, что в голове у Анны. Я думаю, что это определенно коктейль из всего понемногу. Многое из этого определенно происходит внутри головы Анны. Так как в этой истории так много разных рук, что никто другой не видит других, чем она. Как, например, темные фигуры в лавке, когда там была продавщица, миссис-проповедник в лесу, художник, который был с Дексом, а также чрезвычайно ускоренный проход время. Возможно, Анна держится за какую-то предыдущую травму, которая у нее была из-за потери ребенка в прошлом, и поэтому этот опыт вызвал что-то внутри нее. Я думаю, время покажет по мере того, как будут развиваться эпизоды. До финала середины сезона осталось всего два эпизода, и я надеюсь, что это будут интересные последние два эпизода, прежде чем нам придется ждать до 2024 года. Я надеюсь, что будет ощущение разрешения, но в то же время оставит его на клиффхенгере, чтобы волнение было. Итак, вот и все. Объяснение концовки третьего эпизода 12 сезона сериала «Американская история ужасов». КОНЕЦ